В программе есть соната Моцарта Чайковского. Ой, а у вас Гайден и Чайковский. То есть вам только крупный формат. Моцарта Чайковского. 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 не слышно, то ритмически это группа в первую потребность. Понимаешь? Это первая. Дальше. Вот ты пришел... А дальше и такой... В этом вот есть гамма. У него каждая соната, и это какой-то новый фон. Вот смотрите, в одной теме он моментально, сколько он перестал... Он играет один характер, потом друг другой... И еще... И еще что-то оркестровое. Какие-то еще два инструмента. Два следующих инструмента. Оркестры. Представляешь, как они сидят? Да? Какие-то низкие духовики, более высокие. Дальше появляется звук. И вся группа, да? Вот сыграй мне отзывы. И здесь появляется... На что обращать внимание? Вот этот знак, треугольничек, который показывает этот звук, он может означать в несколько моментов. Он может быть более громким, более голым. Он может быть короче. Он означает, что звук звучит короче, чем причина. Он может фиксировать этот звук более жестко. Может делать его очень колючим, но тихим, нефиксированным. Но коротким по звуку. И он этим знаком уменьшает эту четверть. Потому что дальше вздох. И ему достаточно. Ему не надо играть агрессивно эту четверть. Она в агрессивном варианте здесь не вклеивается в общий рисунок. Поэтому этот знак в данном случае я бы читала как более короткий. И дальше, смотрите. Длинная четверть. А дальше, такой же мардер, такой же точно четверть, но к восьмушке. Какой играется медленнее? Предыдущей четверть или к восьмушке? Да, правильно. Случайно, может быть, но правильно. Скорее всего, не случайно. Это произведение умного человека. Он, короче, потому что он к движению восьмушечно. Так что вот эта нота может придаться без него. Вот в чем суть. Значит, группировка этого мардента будет более кучное, более быстрое, более мобильное направленное в движение восьмушке. Вот один и тот же знак. Совершенно с разными. Он по-разному и звучит. И при многообразии одного и того же обозначения мы получаем все равно разный орнамент. А он играл этот момент с абсолютно одинаковым ножом. Просто сам быстрее ритмически, поэтому опять в этом месте была кучка. Понял? Это два. Главное какая? Ты играешь так. А там что? Такое движение. Почему нет? Там же восьмушку с точкой второй звука, а не первой. С точки зрения музыки ты прав. Ля. Ля. Стоит два. Правильно. А держится что? Так. Ля. Ты. Да. И это тоже шаг. Не взялся. Нельзя от него так. Просто. У него получается короткая нота. А там. Тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим. Да. И ты приходишь. Почему я говорю об этом? Потому что если ты просчитаешь правильный ритм. Всего так. Где-то вкрасы. Тим-тим-тим-тим-тим. Тим-тим-тим. И следующий будет. Тим-тим-тим-тим-тим-тим. Опять от другого респа. То есть, когда в завязке отставка, то он играет неправильно. И получается другое время, и вот эта задержка, тадам, 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 тадам. Нота, которая очень важна, потому что... Там есть два голоса. Она заставляет двумя руками. А ноту с точки, которую задержать. Ты мелодию правую видишь, а левую. Разве это не про одну точку? Они же обе туда идут. Вот этот момент, который мы делаем. Дальше, теперь вот это сыграет. Ла. 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 И просто мы всегда все украшения. На первую ноту. Отдельно все луки. Вот сыгай мне вот эту педаль. Здесь была педаль. И дальше. Без хлопка по роялю. А красивый аквадок. И там есть еще вот то, что я тебе показала. Ди-и-и. Что дает выход. А вот ты не делаешь. Вот ты приземляешься. А я улетаю. Пам-пам-пам-пам. Потому что мне нужно дыматься дальше. Если вы вспомните, о чем я говорила предыдущей девочке. Как влияет левая рука на ухорошение. Вот это то самое. Вот, пожалуйста. Здесь как бы еще тот случай, когда не играется это вместе. А все равно влияет. Метронок, который дальше в левую руку. Тот ритм, тот пульс, тот характер левой руки. Только он диктует характер того, как будет играться. А не наоборот, как он делает. Этого ничего угодно нет. Этого ничего угодно нет. Это невозможно. Чтобы добиться четкости. И гали предельно отрывисто. Чтобы струна успевала погаснуть. Поэтому. Это совершенно про другое. Значит, вот здесь вот этот выход. Молодец, молодец. Вот так, как написано. Я ничего не приведу. Потому что это низ аккорда. И он должен лечь на педали. Нет. А одна педали. А это другая. Любое движение рукой. Вот, обратите. Я очень много говорю мелких вещей. Вот сейчас, по поводу пьезы. Но, в принципе, это вещи важные, на которые вы всегда должны обратить внимание, если вы хотите как бы чему-то, кого-то научить. И это, конечно, сейчас я как бы концентрированную форму таю. Но из этого всего, вот когда меня спрашивают, как вы работаете. Вот я так и работаю. Вот смотрите. Рука движется. И вот эта линия, которая прямая от локтя, да, идущая сюда в кисть, то, что дает возможность руке двигаться, та гибкость в кисти, о которой мы говорим, она практически точно движется в том направлении, в котором движется палец. Нельзя играть, направляясь туда, а рука остается прямой, как он. Или еще я должен туда двигаться и в корпус. Когда мы играем там? У нас четвертый палец оказывается, как правильно, на середине чертой клавиши. Где тогда, как я спрашиваю, у вас оказывается пятый? Туда же, ближе. Туда же, совершенно верно. Не с краю. Не надо услышать эту точку. Тогда вы сыграли гамму. Понимаете? Поэтому, когда я так сижу за столом, я не слышу. Мне все равно, сдает он пальцы или нет, он цельный, выполненный. Потому что это трудно, а это мух. А иначе можно играть линдо-мажор, все очень удобно по белой клавице. Не надо заморачивать. А сложность увеличивается в этом, потому что уши даже не разные. Это нельзя разрешать себе халтурить, он мальчик хороший, надо заставлять все время слышать себя. Это самое главное. И тогда направлять еще и движение туда. Еще и немножко корпуса. Еще и немножко руки. Потому что не должна рука находиться в противоположном движении от движения, которое будет. На мой взгляд, не должно. Это неудобно. И все движения милости. Если вы посмотрите на руки больших мастеров, музыкантовых сегодняшних, и кажется, что... Я говорю, ну вот обратите внимание, чем больше мастеров, тем меньше движения. Вы их не видите, потому что они связаны с целесообразностью. А вот все, что вы видите, это бессмысленные движения. В этом разница больших мастеров. Поэтому все, кого они сегодня знают, если вы посмотрите, на Вадима Руденко, на Коля Луганского, на Данит Шеплетнева, на Дениса Мацуева, это все мастера своего дела, которые не делают лишнее движение. Незачем. Потому что есть, конечно, люди, которые что-то там запросить могут, да? Или делают какие-то художественные движения, идущие, ну, от натуры, да, какое-то. Оно, конечно, есть. Но с точки зрения того, что вы слышали, вы не обнаруживаете лишнего, потому что его нет. А вы его просто не видите. Оно есть. Потому что невероятное количество движений совершает рука. Это даже невозможно просчитать, сколько мы делаем движений. Если меня спросить, сколько я их делаю, я не знаю. Сегодня так, завтра этот. Но я точно знаю, что их много. Потому что когда я сейчас пытаюсь играть какой-то еще концерт между учениками, я всегда мужу говорю, ой, все, артерит проснулся, сил нет, я его расшевелила, я начала играть, и все, пальцы отваливаются, тут не гнется, тут не гнется, потому что руки возвращаются к тому, что я слышу, а уже вот это вот, понимаете, да, с возрастом, что происходит, ты на счет перегулярно не занимаешься, и раздражает безумно, да, потому что приходится думать, как же надо как-то, чтобы он шевелился, что там куда надо, этот пальцы не порчал, не другое, да, смешал уже все. Это вот такие вот рисуночки, которые сам над собой смеешься, да, потому что об этом раньше уже не задумывался, да, но уже будет все, зачем уже об этом было думать. На автомате, конечно, на автомате ничего ни у кого не происходит, но вот это целесообразность, как движется рука, это же, ну, я не знаю, какой еще пример можно привести, да, но, когда человек идет, и ему понимают, что он сейчас упадет, он готовит свое движение, да, бывает, что падаешь так грубо, это отдельная категория, но когда вы движетесь, вы понимаете, что сейчас вам надо обойти, но вы же не упираетесь тут, вы не идете в эту сторону, да, вы обходите, то есть вы делаете как какой-то маневр. Если умный водитель ведет машину, он даже тысячу раз, будучи правым, он либо уступает, либо машина начинает корпусом как-то разворачиваться куда-то, да, ну, чтобы не было сознательно, что он понимает, рядом с другом, ты едешь, ты лучший газ, отойду, от ползу, да, кто вводит машину, понимает, о чем я говорю, потому что это важные моменты, и то же самое происходит с инструментом, это как управлять автомобилем, то же самое управлять своими движениями, своими мыслями, своими чувствами, да, и дальше вот то, о чем я сказала, в этом массаже добился, сюда улетел, это не надо забывать вбивать катку гвозди, да, шещатку, матричный, и он звучит педаль, столько она звучит, ровно столько, чтобы эта педаль, этот акт не оказался пустым, не было никакого дела, он всегда рад подождал, и потом начал что-то другое, какое-то иное сочинение, понимаешь, вот я против этого, представляю эту тему, я это очень напомню, почему я утверждаю, что надо отталкиваться с ветераномой левой руки, сколько в 8-й и 16-й? В 8-й и 16-й? В 8-й и 16-й. Да? В 8-й и 16-й. Вот этот подъезд, это какая по счету 16-я? В рисунке 8-й и 16-й. И 16-й. Четвертая. Все. Тебе задано. Ну и твое украшение должно ныграться. Рому настольку, чтобы это окажись тебе без возможности сказать украшение. Ты не можешь задержаться ее глазом, чтобы ее сказать, что украшение за то и украшение, чтобы что-либо, придать какую-то красоту. Поэтому потенциальный ритм должен быть приоритетелен. Вот всегда приоритетелен, и ты поешь, как должно быть. Появляется легкость, появляется совершенно другой орган. И это правильно, не надо здесь вот это. Теперь следующая тема. Опять. И дальше. Ты какую-то попытку сделал нуру? Правильно, но в чину. Хоть одинаковый сфорсан, краска другая, тонализ меняется. Реакция должна быть. Или на что мажор, что минор один цвет. Давай-ка отсюда. И здесь будет немножко другая история с украшением. Оно возьмется сверху и будет в том ряду, который отправится в следующий такт. А не будет продолжением этого звука. Неуклюже будет выглядеть, если будем играть на первом. Мы застрянем. Оно как бы проходит скользко. И его отправляются дальше. Держать имеешь право. Держать имеешь право. А не выгоранливать не нужно. Правильно. Вот и есть твое украшение. Держать имеешь право. И все. И все. И все. И все. И все. Переим, пааааааааааааааааа, Специфель вот это спокойно Как вдруг изменил характер Первый месяц Только ты устояешь, Сколько шестнадцатых, каждый восьмой Иаааааааааааааа Да? Нет, ты зачем долбишь, ты и... Вдруг меняешь как-то. Что происходит в этом месте? Смотри. Вот эта нога, которая двинка в левой руке, она образуется вот так. И ведет меня в следующий. Вдруг, да? А это коротко. Какие у нас духи? Потом какой-то материн. Почему я понимаю? Потому что вот эта гормония не может быть незадичной. Молодец. Она еще потом меньше. Нет, а потом он будет. Башка. 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 Делаешь очень скромно. Сняла. Если так играешь, то веришься. На горд. И отдельно. Быть готовым. Приготовить руки. А нет умней пальцев. Тебе нужна сильная нота, написанная там вторым пальцем. И что? Нельзя. Пять нот подряд. Подряд. Не надо. Первым. Первым. С пятым к первому. Сыграй. Отвечай за каждую. Отвечай. Куда направляется рука? Причем здесь первая рука. Куда направляется? Ты идешь туда. Какое движение? Вниз. Она куда сможет? Куда она движется? Сидишь с трактором. Пашешь сразу вниз. А мороза уже в другом месте. Так что задачи решить? Wieder asthma... Rec Fil'шли Yen. П Fur'шли Tyпкий! П houль EA. Это прежние Вот эти трактори. Пошел... На первый палец. Вот сюда. Значит, туда-прыгнешь. Берешь вверх. Сверху. Полевым движением сверху. Не надо туда попадать. Надо это возникнуть. Это другой мотив. Вот это. Вот это. Шестнадцатый. Неизменный во всей сцене. Молодец. Молодец. Это змеи. То же самое. То же самое. Нет. Вот без диезы нет опоры. Та-ра-та-та-та-там. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Пожалуйста. Этот аккорд вместе с... Делать ими нотами. Раз. Вот такая история. Вместе с ним. Раз. А. Держи. Аккорд. Пока не доберешься к ля. Ну. Ну. Ну так всегда. Парцы. Видишь? Нет. Да. Вот это ничего я не услышала. Смотри. Есть мелодия. Та-га. 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 У тебя рекаит? Чтобы было красиво. Ну, чуть-чуть. Педали. Смотри, разный, да? Вот такая. Вот это хорошо. Да? Вот практически основные вещи, которые вы должны сделать, которые мы вместе я тебе написала. В самом конце, после фирмы, в каденции, да? Дох, потом. Раз, и два, и три, и четыре, и три. Вот здесь выписанная. Во-первых, точнее ее вступать, потому что она на два. Во-вторых, она на два, она ломаная. Вот если там была такая столь, и ведущая первую панель, а не пятую, то здесь обе точки важны. Раз, и, два, и два. Играй. Раз, и, два, и не надо раньше. Этот момент очень важный, я все подержал, все снял, в зале звук должен исчезнуть, ну ты снял, ты руки снял, еще хвост его был, раз и, это в тебе, но этот момент наступает только, когда ты себе даешь команду, когда ты снял, и у тебя, оказывается, там был раз, вот я тебе и пишу точнее, и придешь в конкурс играть, я тебе скажу, ну мальчик, не говорите, надо писать. Считай это плохо. Понимаешь, да? Не надо, чтобы у тебя так говорили. Такой непонятный вопрос. И опять шестнадцать. И опять та же самая организация. Понимаешь? Вот эти моменты очень важны. Все здоровье, я с тобой. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ